Сегодня отмечается Всемирный день радио. Дата была выбрана не случайно, поскольку именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир радио ООН. В этом году тема праздника – диалог, терпимость и мир. Мой коллега Камиль Дзевятов в канун праздника побывал на радио Ватан, чтобы лично поздравить коллег с их профессиональным праздником. Как отмечается, месячная норма – 32 мм, а за прошедшую ночь выпала около третья осадков. 12 лет на волне целевую аудиторию радиостанции составляют представители различных областей – от врачей и учителей до представителей рабочих специальностей. А главное отличие радиостанции Ватан от других – это отсутствие узконаправленных тем для обсуждения. Во Всемирный день радиоофис радиостанции посетили школьники. Дети увидели радииную студию, пообщались с ведущими. А провел экскурсию для юных махачкалинцев популярный теле- и радиоведущий Магомед Расул Абакаров. Здесь работают те люди, которых вы слышите, но образ, который вы еще не видели, вы, может, даже не ожидали, что они именно так выглядят. И сейчас мы попросим поговорить нашу сестру, и, может быть, вы узнаете ее по голосу. А вы ее знаете? Да. Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона с вами я, Луиза Кабачиева. В эфире программа «От сердца к сердцу». Профессиональный праздник ведущий одну из популярных радиостанций Дагестана «Ватан» встречают на рабочем месте. Живое общение со своими радиослушателями не утомляет, а придает им еще больше новых сил. Мне нравится слушать радио «Ватанчик» для детей. Там бывают и мои одноклассницы, и разные дети проводятся конкурсы. И я люблю участвовать в этих конкурсах. Лила Хусяинова считает работу на радио «Ватан» самым прекрасным, что произошло в ее жизни. В 2010 году она с мужем переехала в Дагестан. Лила бросила работу на радиостанции «Россия». Но с радиожурналистикой расстаться не удалось. В радио «Ватан», говорит, влюбилась с первого звука. Когда ты говоришь со слушателем, и ты понимаешь, что на том конце сидит кто-то, кто с тобой на одной волне, ему интересно то, что интересно тебе, он готов тебя слушать, а тебе хочется, кстати, в ответ получить звонок, мне кажется, вот это вот и есть тот момент истины, что называется. С приходом телевидения и интернета радио не потеряло свою актуальность. Для своего слушателя «Ватан» готовит интересные проекты и продолжает развиваться. Во-первых, мы привлекли огромное количество специалистов, которые именно в том формате, в котором работает радиостанция «Ватан», разбираются. Они сейчас будут формат укреплять, создавать фундамент для создания новых проектов, которые будут не только в самом радио, не только мы сможем слышать, но сможем и видеть ведущих радиостанций. Также мы сможем встречаться с ними на различных крупных проектах. Один из них уже разрабатывается, совсем скоро из рекламы все наши радиослушатели, а также зрители телеканала ННТ обязательно об этом узнают. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.